Всем большой привет всех мужчин дорогих наших, любимых. Поздравляем с праздником 23 февраля, Днём Защитника Отечества и молодых и старых. Мы вас очень сильно любим, ценим и без вас никак мы не можем. Мужчин своих любимых я поздравила с утра и решили поехать погулять. Сначала решили погулять в Геленджике, доехали мы до выезда из города, а там такая пробка стоит, трасса-то Геленджик вроде хорошая, сделали её, а выехать мы не можем, всё стоит, не знаю что там, авария произошла или что. Но думаем, всё равно надо куда-то погулять. И теперь едем в направлении Анапы. Так что, в общем, попробуем погулять там. Надеюсь, там пробок таких не будет. Вот, так что мы тут все вместе, всей семьёй ездим. Нет, мы будем отмечать день, там праздник отметим. Погодка сегодня шикарная, так что надеюсь, ничего не испортит наш уток. Ох, сегодня прям любо-дорого смотреть. У нас в последнее время всё время дожди лили, пасмурная погода была, тучки. И вот, наконец-то, солнышко, ветер слегка дует, абсолютно не напрягает. И такие красивые облака. Вот здесь я очень люблю смотреть всегда на облака. Чаще всего они практически над землёй висят так низко. В общем, дорога, видите, свободная в сторону Анапы. Поэтому буквально полчаса, и мы будем уже на берегу Анапы, где-нибудь погуляем вдоль набережной. Шесть лет назад у нас была квартира в Анапе. И я первое время квартиру сдавала посуточно. Ну, потому что ещё проблемы были с работой, надо было на что-то жить. И приходилось в Анапу ездить там каждые два-три дня. Иногда и чаще. И вот полчаса на дорогу, и я уже была на квартире. Поэтому как-то эту трассу очень сильно люблю. Ездила по ней часто. Ну, и Анапу достаточно хорошо знаю. Это вот мы приезжаем с левой стороны станицы Раевская. Справа мы проехали. Там как раз вот идёт танковые учения, танкодром. В общем, часто со всех регионов приезжают сюда и проходят стрельбище. Поэтому постоянно даже у нас во Владимировке слышно, как стреляют. И многие боялись брать в районе станицы Раевской из-за того, что танкодром рядом. Но сейчас это всё реже и реже слышатся звуки. И вообще народ быстро ко всему привыкает. Толь трассы в основном везде виноградники. Но последнее время, видимо, выкупаются земли. И очень много всяких появляется каких-то складов. Вот специально вот такие, как ангары, устанавливаются. В общем, вот сейчас мы едем. Справа виноградники. Вот сейчас немножко тучки появились. Но надеюсь, дождя не будет. Сейчас едешь, если по этой трассе, то можно даже в город не заезжать. То есть, не заезжая в город, можно быстро доехать до аэропорта. Хотя сейчас самолёты не летают. Или поехать на море, там, Благовещенске, Витязево, на песочке погулять. Но мы едем именно погулять в городе. Там мы давно уже не гуляли. Ну вот, где-то через 25 минут. Мы уже заехали в город. Движения тоже свободные. Получается, в зимнее время здесь пробок практически не бывает. Только утром и вечером, когда все едут на работу и с работы. А так, в течение дня, все улицы свободные. Едем по улице Шевченко. Все эти улицы хорошо знаем. Вообще, я до этого говорила в видео, что Анапу можно обойти пешком. И здесь даже не обязательно машина, кто живет в самом городе. Это мы стоим на центральной улице, улица Ленина. Все дороги, которые вниз, не все ведут к морю. То есть, получается, что вдоль всего города находится море. И с любой улицы, к которой вы будете спускаться вниз, вы дойдете до пляжа. В основном пляж идет Песчаный. По улице Ленина расположены основные достопримечательности. Это головной офис Сбербанка. Цветочные часы как раз мы будем сейчас проезжать здесь. И основные народные гуляния тоже проходят здесь. С парковкой здесь проблематично. Но, надеюсь, где-нибудь место найдем. Везде стоят знаки, что парковка запрещена. Ну вот, мы на Театральной площади. Здесь всегда живая музыка. Кто-то поет, играет либо на гитаре, либо на саксофоне. Сегодня в основном патриотические песни. Ну и, как видите, большое количество людей гуляет. На Театр Година. Здесь всегда ставят елку на Новый год. И праздничные мероприятия как раз. И все. Так, картинка, смотрите. Похоже, что уже наступила весна, да? Да, да. Вот еще остатки русских ворот. Стен крепости 1781 года. Когда воевала Турция с Россией. Вот эти стены сохранились. Напротив этих стен находится музей археологический под открытым небом. Да, да, да. И тоже есть интересные экспонаты. Ну вот, получается, здесь вот такие, как древний город раскопали. И можно все изучить. Внутри экспонаты и раскопки древнего города. Наверное, все знают, что это был город Горгипия. И потом только назвали Анапа, да? Да. Вот. И морюшко черное. Моя любимая моря стихия. Пока мне отправили. И вот в детстве. Сейчас уже, наверное, и заброшки неинтересны тебе, да? Интересно. А, еще интересно. А то Павел предлагал идти в горы. Там заброшки идут. Думаю, может, там погулять. Ничего. Погодка классная. Я что-то смотрю. Смотри, берег такой гладкий. Понимаешь, мы когда по этому приходили, он просто крутой. Как обрыв. А тут, смотри, он прям это. Не, ну крутой берег же там, с левой стороны. Да ты не поняла. Ты когда, помнишь, тогда приезжали, после дождей в море, берег был такой, как будто это, намытый песка. А тут он... Ну вот, подошли мы к набережной. Здесь погуляем. Народу, видите, очень много. Там вдалеке алые паруса. На фоне которого все отдыхающие фотографируются. На кораблик. Вот так. Сегодня массовые гуляния в Анапе. Пасон. Пасон. Я здесь, да? Да. Не хочу я, да? Ну да. Ну ладно, хоть знаешь эту сказку. И то, что я не знаю. Да, ну вот. Снялые алые паруса. Сегодня облака. Посмотрите, какие красивые. Вообще, шикарная набережная. А народу, да сколько? Один километр. Для новых подписчиков я повторяю, что когда мы переехали, мы первый год жили в Анапе. Не год, наверное, а где-то месяцев восемь. Потом только переехали в Новороссийск. И часто, когда я забирала сына, со школы мы пешком шли сюда на набережную и с ним гуляли. И вот здесь я никак не могла надышаться морским воздухом. Это вообще прям для меня это было что-то немыслимое. Очень хорошо. Лизерочек и я прям радостная курсник, я взяла. А вон человек пошел купаться. Так что у кого-то уже купальный сезон открыт. Народ плавает по-всюм. А лебеди сегодня подальше. Видимо, свете не подплывают. Что, проголодались? Я так хочу кушать, да, Матвей? Ой, как там. Классно. Лошадки катаются. Вот тут такие девушки при входе в кафе. Кафе Элина. Мальчики наши балуются. Ну и после того, как нагулялись по набережной, мы решили зайти, поесть пиццу. Пицца в Анапе, кстати, дороже, чем в Новороссийске. Новороссийске 40 сантиметров стоит 500 рублей. А здесь идет даже 50 сантиметров стоит 500 рублей. Новороссийске, да? Вот. А здесь получается, что 870 40 сантиметров. Ну, это вот пользуется то, что сейчас все кафе закрыты в Анапе, поэтому цены такие идут более высокие. Вот, кафе Сицилия. Сейчас попробуем, что за пицца. Ну, в общем-то, могу сказать, что, конечно, мы мало знаем мест, где вкусно поесть в Анапе, но практически все закрыто. То есть Анапа на зимний период вымирает. В Новороссийске жизнь бьет лучом круглогодно. Здесь, получается, всего несколько мест, которые работают в зимний период. Вот, свои есть плюс и минус вкусности. Так что, кушайте вкусно дома. Ну, вот такие у нас большие пиццы. Огромные. Так что, с праздником, дорогие мальчики. Слава, я. Уставшие, сытые, довольные, мы едем уже обратно. Уедем по улице Крымской. Погодка прям сегодня шикарнейшая. Хорошо отдохнули, погуляли. И домой. Некоторые из моих подписчиков, которые практически каждый год ездят в Анапу, говорят чаще. Показывайте. Так я скучаю по своей любимой Анапушке. И действительно, вот есть люди, которые привязываются к городу и в одно и то же место. И к одним и тем же людям приезжают каждый год. Мне, конечно, всегда хотелось побольше новых мест увидеть. Побольше стран посмотреть. Но, как не всегда, есть такая финансовая возможность. А те, кто ездит каждый год на Чёрное море, для этого тоже сейчас надо иметь много денег. Потому что отдых тоже становится с каждым годом всё дороже. И именно вот эти поездки говорят мне о том, что не зря я сюда переехала. Что есть в Краснодарском крае много недостатков. Но всё-таки этот климат тёплый. И рядом море. И возможность действительно выходные пойти, погулять, послушать шум волны. И это, конечно, многое значит в жизни. Ну, не жалею, что в Новороссийске живёшь. Не, не, не. Нет? Ну, я в Новороссийске. Покадил, погулял и... Я в Копчегае уже побывал, всё, в Матиске. Любит свой Новороссийск. А я на путь люблю. Новороссийск для меня как Алматы. На сегодня всё. Подписываемся на канал. Спрашивайте, задавайте вопросы. Спасибо, что вы меня смотрите. Всем добра, счастья. И до ближайшей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok